Fight Review Это хроника ярких побед латвийского спорта Fight Review Это история и сегодняшний день боевых искусств От самых древних и до самых современных Fight Review Интервью с победителями Воспитание у молодежи силы духа И стремление к победе Fight Review Не пропусти, будет жарко Всем привет, мы в студии Fight Review У меня в гостях Янис Битценс и Олег Камышников И это значит мы будем снова говорить о стрелке Привет Добрый Ну и так, как прошла последняя стрелка? Ой, прошла она замечательно на самом деле Бои на самом деле были грандиозные, шикарные Было мясо, было то, что публика хотел увидеть Ну вот, все, что хотел, мы им это предоставили По объему народа? По объему народа По зрителям? По зрителям Зрителей было очень много на самом деле Действительно пришло очень много Но по некой информации Нам сказали так, что многим пришлось уйти Потому что мы немножко не подрассчитали с местом Да, и было очень мало места И все люди просто не помещались Увидели не все, кто хотел увидеть Вообще не все, к сожалению Но, как говорится Вот, что касаемо боев Уровень боев по сравнению с предыдущими стрелками По-моему, все уже, кто видел эту стрелку Оценили, что они на самом деле на порядок выше То есть, почему, за счет чего? За счет того, что встречались финалисты? Сильные бойцы или как? Да, да Мы, скажем, отбирали бойцов Смотрели предыдущие стрелки Смотрели, кто как выступает И, соответственно, взяли более ярких бойцов Пускай даже не те, кто побеждал Но они себя показали Кто показывал хорошие бои Да, ну и мы их, как говорится Свели в одну единую команду, скажем Ну, если разбирать по боям Вот лично, да, тебе, лично тебе, Янис Да, какой бой понравился больше? Ну, и почему? Просто как организатором по зрелищности, да Что было самое-самое-самое? Давай, братан У меня самый лучший бой, по-моему, был, конечно Иманский кошмар против пули Поехали в пули Думай, принимай решение Потом делай Скажи сам себе Ты должен быть смелым Кому так костю в бой или тот Кому костю в запястье Били Ацетят, кто сейчас у власти Они хотят сделать тебя тупым Чтобы ты ел дерьмо Нюхал дерьмо Курил дерьмо Мучил ВВ инъекшн И просто пил Одну родину уже делят на части Одну душу уже делят на части Распредми плечи, выбьи зубы в этой пасти Для винной, чья суть змея Но помни, главный враг всегда внутри тебя Бейся, бейся, не ленись Теплится, теплится в венах жизнь Бейся, бейся, не ленись Погибать еще рано Держись Просто мясо Да, это было мясо Друг друга там рубили постоянно Это просто Ну стоп, ну если рефери Игорь Павлов даже давал минуту на отдых спортсмену Потому что они уже просто выдохлись махать Больше они там продолжать так не смогли бы Да, на твой взгляд, кто победил? Вот Павлов сделал, по-моему, на мой взгляд, очень правильный шаг Он присудил ничью Потому что дать кому-то победу, да Но все-таки было бы, наверное, неправильно в таком поединке Да, потому что победили, в общем-то, оба Но победитель-то по большому счету был Кого ты считаешь победителем в этом баре? Трудно сказать, если честно Ну вот, значит, рефери принял правильное все-таки решение Да, рефери принял правильное решение Но я думаю, скорее всего, можете ждать реванш Вот, будет ли реванш? Возможно, он пуля как вар опять? Я думаю, устроен Потому что, если смотря на Виталика Первый бой, на Луцио Соле Он по уровню очень вырос сейчас И выдержал побольше, чем на Луцио Соле Я думаю, реванш будет вообще грандиозным В первом же бою он встречался С Виталием Пашином С Виталием Пашином С Хищником С Хищником, да, который тоже бился на этом турнире Вот как его бой, да Ну, против него вышел человек, который, в принципе, хотел, по-моему, насколько я понял, бороться Да, вот Виталий ему этой возможности не дал Человек тренировался самбо Сотни каналов вещают, шумят радиостанции Птицы улетают, здесь никто не должен остаться Никто не должен понять, операция решена Восход нового солнца, земля опустошена Идем ночами лунами, тело в полоте вязнет Им не закрыть нам рот, даже после казни Что с того, что нас не станет, слышь, глаза протри Мы останемся в ушах бойцов в виде МВ-3 Наша программа запущена, результаты видны Уже тысячи сердец, сотни пили после зимы Это врагу, как яд, явно не заманчиво Просыпаются даже трупы, ночь заканчивается Каждая новая запись оружием за пазухой Это тебе плотов воды перед глобальной засухой Чистый источник, мыслись и перехолодом льются Если проснулись тысячи, то миллионы проснутся Нет, это не скрипывание и не мыльбы Об ощаде грязные руки не тянутся кожаных рейн Ждядю в эту сторону салон И безголосы Вот я не знаю, я бы отмечил Александр Артура Кайф, да? Да, кайфью раз Бой раз, да, вот тоже очень, блин, шикарный бой Они зарубились Они зарубились вообще жестко Я просто ворел, когда каждый раз попадал Грубо в челюсть попадал И я не знаю, как он держал Что происходило вообще, я не понимаю Это очень тоже жесткий и красивый бой Файт-ревью Чем же тебя удивить, недавно не ребенок в свои 25 Зачем и чему тебе сопротивляться Никого побеждать Жизнь как медленный ход эскалатора Без скрежет на сабель Только вперед до нужного вам магазина Стабилен и комфортабелен Все под рукой у услуги И информация будет не в стиле ван-тач Все доказано и протестировано Мы не в цирке и ты не циркач Ради чего тебе под потолком устраивать эту кориду Как птица летать И как человек упасть И умирать инвалидом Как забитанный морем тайфун Оступившемуся на замену Ринутся толпы людей, презирая страховку Играющие выйдут в арену Ради того, чтобы антилогичным, но совершенным полетом Сотрясти это месиво вспышек ртов Всех, не просто кого-то Чтобы жажда расти обожгла Чтоб от голоса сердце оглох Это моя территория, я танцую как бог Раскалялись пыревом толпы Самодельные залы, подвалы и логово И теперь я шарашенному говорила бы Эхо, ты просто не пробовал Я столько писал, чтобы зажечь эти сотни огней Я годами не спал, а искал Как сделать, чтоб ты поверила мне В окно самолета, где ярко-красным Улыбалась заря и весь тот мир На пределе, который я ради тебя покорял Днями, ночами я шел, и мой путь луна освещала Я пытался, падал, сбивался не раз Возвращаясь в итоге в начало Теперь взгляни на меня, оторви от их рана глаза Колени ободраны, пыль на стопах Но мне срочно нужно тебе рассказать Я видел тот мир, что в отражении глаз Вот на море искрится Люди летят против ветра Через законы и правила больше, чем птицы Вызирая смерть восхождений Разрывая жилы шли Не боясь тратить себя, лишь поэтому больше, чем живых Я видел, как ради зданий Опускались к морскому дну Они проживут сотню жизни, рискуя А ты доживешь не одну Начало твоей легенды Снедует рядом самую тропу Все смотрят и верят, что ты встанешь И хотя бы попробуешь И так же самое, Точеный с Дэвисом Ну, я думаю Ну, просто нечего говорить про эти бои Они настолько были все, скажем Яркие и одинаковые Мясо было и там, и там То есть, очень сложно их разбирать И так вот Янис задал вопрос, кто победил Кошмар Да, или пуля Это, блин Они оба, действительно, оба победили То есть, там сложно кого-то конкретно сказать Вот там, ты победил, а ты не очень Это было бы вообще Если даже Игорь дал бы другое решение Это, мне кажется, было бы несправедливо Было бы несправедливо По отношению ко второму бойцу В любом случае Поэтому Было все Кайф Юрас Предатор Армянин Как что? Это отдельный тоже такой бой Получился, на самом деле Опять-таки, оба бойца выступили очень хорошо Но, как мы любим говорить Происходят такие моменты И удары, как лаки панч Да Но вот это, именно та ситуация Когда был лаки панч Причем, я так понимаю Что тот, который вырубил Не занимается ничем вообще То есть, предатор Уличный боец Уличный боец И тушина Восход нового солнца Земля восношена Идем ночами Лунное метело в полоте Вяздет Им не закрыть нам рот Даже после казни Что с того, что нас не станет Слышь, глаза протри Мы останемся в ушах Бойцов в виде НВ-3 Наша программа запущена Результаты видны Уже тысячи сердец Отепелью после зимы Это врагу, как яд Явно не заманчиво Просыпаются даже трубы Ночь заканчивается Каждая новая запись Оружием за пазухой Это тебе, но то плодей Перед глобальной засухой Чистые сочник Мы сны в Сибири Холодом льются Если проснулись Ты слечи То миллионы проснутся Мы планируем В следующем году Сделать Скорее всего Десять боев В Латвии В разных Пяти городах В Латвии То есть Это будет Йолгава Точно Резекне Дау Пилс Потом Сейчас точно Не скажу Какие еще будут Города Но вот В каждом городе Сделаем По турниру Соответственно И из каждого города Будут выбираться По четыре бойца Четыре человека Да Две пары То есть Одну пару Будут выбирать зрители Сделаем Вторую мы И вторую мы Да И вот И сделаем Десять пар Лучших И сделаем В Риге Потом финальный турнир И что это будет Это получается Будет чемпионат Латвии По версии стрелка Ну Можно так назвать Да Это можно будет назвать Так вот Как бы планы такие Кианисов А что у нас Следующего турнира Когда он будет Где он будет Есть какие-то наметки Пока что нет Но ориентировочно Планируем Конец и января А то есть в январе Уже успеете сделать Я думаю Да Справимся Ну В любом случае Сезон я думаю Мы откроем Раньше Чем мы сами думаем Да Это февраль 30 апреля Скорее всего Будет турнир В Таллине Это эстонская стрелка И наверное Тогда тоже Отвезем наших бойцов В Эстонию Да Ну и так же Эстонцев Латвию Будем дышить Ну и Скорее всего Будет такая страна В следующем году Как Германия Ну это пока что Под вопросом Мы сейчас Работаем Над этим Но все может быть Что стрелка Будет и в Германии Будет в Германии То есть если Если это происходит Да Если стрелка Организовывается В Германии То есть это Как вы будете делать Поет какие-то Одобранные ребята От нас Да То есть Состав бойцов Какой-то будет Будет И немцы конечно Да Драться И наши там Ну в принципе Это будет Как немецкая Такая стрелка В Германии Но сделаем Международную И отвезем Наших бойцов тоже Будет уже Чемпионат Европы Чемпионат Европы По версии стрелка Да Ну еще тогда Давай вернемся К прошедшему турниру Кого благодарить Хотели за поддержку Ну кроме клуба Джаст естественно Да Ну во-первых Я хотел Очень поблагодарить Лично Виталия Дубова От спортивного общества Аркан Он как всегда Нам помогал И хорошо помогал Потом Очень хотел поблагодарить Артура Золотых Аркан Фитшоп За подарки бойцам За подарки бойцам Которые они получали Да Потом Бренд Хардкор Тренинг И магазин FightStyle.au И лично Александру Но к сожалению Он сегодня не смог присутствовать Да Насколько я понял Сегодня он к сожалению Не смог присутствовать Я думаю На будущее Сделаем с ним Тоже передачу И познакомим с ним Он предоставил Бойцам подарки Тоже Там Где бойцы Можут купить Экипировку Да Потом Поблагодарить Хочу Танец фильм А Вакум А Вакум На этот раз Не смог Бил его брат Авдей Авдей да Да Поблагодарить ему И конечно за Отличный ролик Который уже набрал 6 тысяч просмотров В фейсбуке Короткий Короткий Крутой Ну конечно Fight Review Мы всегда рядом Всегда рядом Ну и конечно Just За предоставленное место Ну и так же стоит отметить Нашему любимому рефери Игоря Павлова Тоже спасибо Очень хорошо Отрефериал Скажем Спасибо Ну вот я с ним говорил Да Он рассказывал Сравнивал Да Хотя сравнивать вряд ли Да Профессиональный спорт И стрелка Все таки Немного разные вещи Но тем не менее Он сказал Что за неделю до этого Он отреферил Очень большое Не буду врать Большое количество схваток На чемпионате Да По панкратиону Он говорил Что по накалу страстей Стрелка была круче То есть Именно по По эмоциям По эмоциям По переживаниям Да Ну наверное потому что Это все таки формат Другой ночного клуба Да И все таки Совсем другой формат боев Все таки Все таки Это да А вот ребята Которые выступают На стрелке Бойцы Да Есть профильные Да Есть просто Которые нигде не занимаются На улице Да Может быть У них есть Какая-то Какая-то возможность Где-то проходить Общую подготовку Где-то тренироваться Потому что все тренируются По разным клубам Да Об этим сейчас Мы думаем Скорее всего На следующем месяце Уже решим И тренировочный график Возможность такая будет Конечно Один вариант У нас Есть Спортивный клуб Аркан Москова 172 Москачка Да Москачка Да И второй вариант Где можно Улучшить Ударную технику Конечно У Игоря Павлова Invasion Fight Club Москова 168 Это буквально Через двор Это же рядом Мы там были Недавно Можно сначала Пойти Спортзал Качалку Покачаться И потом к Игорю На тренировке И когда это будет известно Когда это будет ясно Я думаю В следующем месяце То есть в декабре Мы это все устроим Будет какой-то план Уже готов И к инварской стрелке Ребята могут уже готовиться Там То есть они будут Тренироваться там Те кто будут биться Друг с другом на стрелке Грубо говоря Да Все кто участвует В проекте Да И потенциальные И те которые Будут продвигаться дальше Да Будут тренироваться Все они И потенциальные И потенциальные желающие То есть Можно посетить клуб Да И попасть Подготовиться Попасть на чемпионат Стрелку Хоть чуть-чуть Но Лучше такая подготовка Чем никакая Да Ну и Еще конечно Хотелось отметить Евгению Розу Да К сожалению Не могли найти Для него соперника Ну вот На следующем году У нас план есть Он с нами говорил Да Мы с ним говорили Он говорил Что он готов Против кого угодно Выйти и поломать любого В принципе Да Но смельчуков не нашлось Я с ним тоже Об этом говорил Буквально Три дня назад Ну и на следующий год Если из Латвии Не найдется соперник Мы ему Привозим соперник Привезем из России Из России Да Там есть два варианта Либо Асиф Который его вес Либо Вова Титар Ага Там человек служит Вадаван Я думаю Будет очень интересно Будет достойный Соперник Я с ним поговорил На счет этого Он сказал Мне все равно Готов Да Я готов Все отлично Тогда болеем за наших Файт Ревью